Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. Чёрное море — это самый крупный мерамектический водоём, в котором почти отсутствует циркуляция воды между её слоями. Оно соединено со Средиземным морем через узкие проливы Босфор и Дарданеллы. Вследствие такого соединения в воду Чёрного моря попадает более солёная вода, а из Чёрного моря уходит опреснённая речным стоком вода. За последние 6-7 тысяч лет в нижних водах Чёрного моря скопились ядовитые газы. На дне, глубже 150-650 метров, бескислородный слой воды содержит сероводород и метан. Учёные на протяжении 100 лет пытаются разгадать загадку появления этих газов, а также причину, почему постоянно утончается верхний слой воды в море, пригодный для жизни. Но пока лишь могут фиксировать изменения, происходящие в Чёрном море, где местами толщина слоя воды, в котором обитают морские жители, не превышает 15 метров. Когда происходит сильный шторм, газы с нижних слоёв воды прорываются на поверхность. В такие моменты жители прибрежных зон могут ощущать резкий запах этих газов. Также в Чёрном море наблюдаются аномальные волны, когда в открытом море внезапно возникают волны высотой до 25 метров и выше, с последующим быстрым исчезновением. Возникновение таких явлений не поддаётся прогнозированию. В связи с этим особый интерес вызывают технологии, опресняющие солёную воду и делающие её безопасной для употребления. Если вам известны такие технологии, присылайте их на почту info.sobachka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля, и мы рассмотрим их на нашем канале. США Вулканические обсерватории Калифорнии и Йеллоустоуна опубликовали ежемесячные отчёты. В течение мая в районе кальдеры супервулкана Лонг-Вэлли было зафиксировано 279 землетрясений. Наибольшая магнитуда составила 2,7. В районе супервулкана Йеллоустоун было зафиксировано 94 землетрясения. Максимальная магнитуда составила 2,9. Россия В Ингушетии 31 мая выпал самый крупный град за всю историю метеонаблюдений. Размер градин достигал размера спелого яблока. 3 июня Тайвань В течение суток выпало 645 мм осадков. Под водой оказались 25 тысяч домов. Эвакуировано 4 тысячи человек. Россия От сильного шторма пострадали населённые пункты в южной и центральной частях Урала. В посёлке Староуткинск прошёл торнадо. В Свердловской области выпал град размером с перепелиное яйцо. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. Живи такой жизнью, которая сделает тебя добрым и дружелюбным по отношению к другим людям. И ты будешь приятно удивлён тем, насколько счастливой станет твоя жизнь. Чарльз Шваб 4 июня Индия В округе Дхалай в штате Трипура сошёл оползень. Разрушен дом. Пострадало 3 человека. Испания В провинции Мурсия выпал град размером с мяч для гольфа. В течение дня было зафиксировано 12 землетрясений магнитудой 4 и выше. 5 июня. Лиз Гилберт рассказала о позитивном примере водителя нью-йоркского автобуса, проявившем человеколюбие, заботу и доброту. Во времени погоды, когда между уставшими пассажирами возник конфликт, водитель громко заявил. «Друзья, я знаю, что день у всех нас был трудный. С погодой или пробками я ничего поделать не могу, но кое-что сделать я всё же могу. Предлагаю каждому из вас, выходя через переднюю дверь, положить в мою протянутую руку вашу и оставить на ней все свои заботы и горечи. А я поеду дальше через репу Гудзон и скину всё это добро прямо в воду. Хорошо?» Пассажиры засмеялись, услышав это, и их лица прояснились. На всех последующих остановках до реки водитель каждому протягивал руку и ждал. Один за одним люди протягивали руку в ответ. Кто-то смеялся, кто-то плакал, но каждый дотронулся до руки водителя. Этот поступок изменил день многим людям. Водитель такси не был известным человеком или духовным учителем. Он не нёс своё знание. Он просто был человеком. В каждом из нас есть огромная сила, и водитель показал, как можно её направить в созидательное русло для помощи другим. 6 июня. Индия. От сильной жары в штате Утар-Прадеж пострадало более 130 человек. Температура воздуха колеблется между 42 и 47 градусами Цельсия. Россия. Ставропольский край наводнили потоки марокканской саранчи. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации в трёх районах. Уругвай. Вследствие сильных наводнений из департаментов Артигас, Сальто и Пайсанду были эвакуированы 3400 человек. Германия. Пылевой вихрь образовался на футбольном поле в городе Бремен. Италия. Пропный град выпал в Венеции и коммунии Инверига. США. Шторм вызвал наводнение в штатах Северная Каролина и Флорида. В течение дня было зафиксировано 14 землетрясений магнитудой 4 и выше. 7 июня. ЮАР. От сильнейшего шторма за последние 30 лет пострадала южная часть страны. Были разрушены сотни домов. Крупный пожар, вызванный ударами молний, возник вблизи города Найсна. Свои дома были вынуждены покинуть более 9000 человек. СЕРБИЯ. В городе Уршаци возник ливневый паводок. Гватемала. Сильный град выпал в городе Сибилия. УКРАИНА. В городе Виноградов в Закарпатской области обильные дожди вызвали наводнение. Также от сильных осадков пострадал город Черновцы. КИТАЙ. Центральные и восточные части страны пострадали от сильных дождей. Более 1600 человек были вынуждены покинуть свои дома. В течение дня было зафиксировано 15 землетрясений магнитудой 4 и выше. Восьмое июня. РОССИЯ. Крупный град размером с перепелиное яйцо выпал в Варнинском районе Челябинской области. ИНДИЯ. В поселке Калихола в районе Кангпокли возник разлом земли длиной 5 километров, который продолжает непрерывно увеличиваться. Трасса между населенными пунктами Калапахар и Макули сместились на 300 метров. Причина образования трещины неизвестна. БРАЗИЛИЯ. ГИГАНТСКИЙ ГРАД ВЫПАЛ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВЕРОНОПОЛИСС. КАЗАХСТАН. От сильного ветра пострадал город Кастанай. США. На юге штата Флорида выпало до 60 миллиметров осадков. Было нарушено движение авто и авиатранспорта. В течение дня было зафиксировано 11 землетрясений магнитудой 4 и выше. СЛЕДУЕТ РАЗ И НАВСЕГДА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ДИСКУСИЯМ О ТОМ, КАТИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРОСТО СТАТЬ ИМ. МАРК АВРЕЛИЙ. 9 ИЮНЯ. РОССИЯ. Поблизи поселков Одесская, в Омской области и Нестеровка в Приморском крае возникли смерчи. Шторм с крупным градом обрушились на город Омск. Сильный ветер с дождем обрушились на города Новосибирск и Уссурийск. УКРАИНА. Вблизи города Херсон сформировался смерч. В течение дня было зафиксировано 13 землетрясений магнитудой 4 и выше. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. В кратере вулкана Пуаз, вследствие активной вулканической деятельности, испарилось озеро. В течение недели произошло 130 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Всего за неделю более 18 тысяч человек стали климатическими беженцами. Эта история произошла в небольшой деревушке Британии на северо-западе Франции. В 1988 году здесь прошел сильный шторм. Ветер со скоростью 55 метров в секунду разрушил все на своем пути, в том числе и линии электропередач. Две недели регион оставался без электричества. В первую ночь после шторма одна женщина прошлась по поселку и пригласила всех жителей собраться у нее дома на совместный ужин. У нее было много еды в холодильнике, которая без электричества быстро бы испортилась. Пришло более 20 человек, готовили ужин вместе, сообща зажгли свечи и разожгли камин, чтобы согреться. Все общались и заботились друг о друге. Каждый из пришедших испытал неописуемое чувство единения. Все словно очутились совсем в другом времени, и казалось, что даже время остановилось. На следующий день уже другая женщина сообщила, что у нее также много еды, и она ждет у себя всех жителей на ужин. И так каждый день на протяжении двух недель все ходили всем поселкам друг к другу в гости и хорошо проводили время. Каждый житель перестал заботиться только о себе и своей семье, и начал также заботиться о благе окружающих людей. Все вносили свой вклад в восстановление поселка и обеспечение едой. Так как перестали работать заправки, дети ходили пешком в магазин, проходя в соседний город пять миль и обратно. Они лучились радостью и счастьем, что помогают, и что их труд важен для остальных. Взрослые убирали поваленные деревья и ремонтировали поврежденные здания. Некоторые дома были полностью разрушены, но жители не печалились. Они осознавали ценность того, что остались живы, что жизнь продолжается. А самая главная причина отсутствия печали была в том, что они чувствовали заботу окружающих их людей, тепло их сердец, непрерывную помощь и заботу о них и друг о друге. Позже, когда включили электричество, все вернулись к своей обычной жизни. Но до сих пор каждый с радостью вспоминает это время. Когда, сидя возле костра, старшее поколение делилось своим приобретенным за жизнь опытом, рассказывали легенды, которые слышали от своих бабушек и дедушек. Каждый до сих пор продолжает чувствовать ту заботу, которая исходила от других и продолжает исходить. Как же важно всегда и везде оставаться человеком, протягивать руку помощи и заботиться друг о друге. Объединение людей — залог выживания человечества. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocentr.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.